Реставрация первого набережного люнета с созданием караульни от французского Кардегардии началась 10 марта. Строительные работы проводились по программе трансграничного сотрудничества Латвия-Литова-Беларусь Европейского инструмента Добрососедство и Партнерство. О главной цели проекта говорит его название. Сохранение и популяризация культурного и исторического наследия в Даугупелсе и Гродно. В основу технического проекта легли копии чертежей, по которым в первой половине XIX века строились люнет и караульни. Цветные копии были получены из Московского государственного военно-исторического архива при поддержке Фонда культурного капитала. Сейчас хочется, чтобы все проектировщики стремились к такому же качеству чертежей, где прорисована буквально каждая деталь, все размеры можно просчитать по линейке, по масштабу. То есть, в принципе, после проведения земельных работ мы проверили наличие существующих деталей, вот как подпорные стенки на тех чертежах, которые достались с архива. И оказалось, что, в принципе, на 90% фактические объемы совпадают с этими чертежами. Изначально в караульни, встроенной в вал первого набережного линета, находилась стража, которая контролировала движение, проверяла документы, охраняла Николаевские ворота и мосты. Перед строителями фирмы Детонбовой стояла непростая задача вернуть аварийному сооружению исторический облик, восстановить утраченные барьерные ворота с декоративными элементами, створками, алебардами, огненными шарами в форме гранаты. Брандскугели, в переводе с немецкого «огненные шары», каждый весом более 300 килограммов, были установлены на пилонах барьерных ворот 13 октября. Когда-то это были гранаты, которые зажигали и бросали в противника. Сейчас, уже в XII веке, это уже была более декоративная, устаревшая форма, поэтому их в таком увеличенном виде ставили на различные военные объекты. Не только у нас в крепости, но и в других фортификационных укреплениях по всей Российской империи. Реализация проекта общей стоимостью около 927 тысяч евро длилась до 30 декабря 2014 года. Но строители, как и обещали, закончили реставрацию раньше установленного срока. 27 ноября объект был сдан в эксплуатацию. Когда начнется туристический сезон уже в следующем году, будет ограждение все снято, и этот комплекс можно будет использовать, и туристические группы прямо через вот этот комплекс, где будет и здание Курдегарда, где можно знакомиться, возможно, там будут туристы, гиды, дальнейшие через мост и Николаевские ворота зайдут на территорию крепости. Поэтому, конечно, это главная визитная карточка крепости. Сейчас идут переговоры, и возможно, что этот объект будет выдвинут на лучший объект года по реставрации. Европейский проект «Дагубинская городская дума» осуществляет совместно с администрацией города Гродно. Партнеры из Беларуси тоже немало сделали для сохранения культурно-исторического наследия. Реконструировали особняк в историческом центре Гродно, создали в нем центр регионального наследия, построили несколько теремков в стиле 16 века с мастерскими и учебными классами. Самое главное, что в этом центре наследия, как мы его называли, будут обучаться взрослые населения. Потому что люди, которые уже уходят на пенсию, 55 лет, женщина в растительной силы, и ей некуда податься. Иногда очень мало где-то что-то есть. Именно для нее направление не было у нас центра, куда они пришли, могли показать свое творчество, поделиться на сегодняшний день. Благодаря нашему совместному проекту этот центр есть и в городе Гродно. Проектом предусмотрено также проведение различных организационных, информационных и практических мероприятий, включая разработку нового трансграничного маршрута «Латгалия-Гроднищина», издание буклетов, проведение творческих мастерских. Комплекс первого набережного Людна будет доступен для осмотра. А караульня будет использоваться в целях организации туризма. Официальное открытие состоится 24 апреля 2015 года в рамках Международной туристической конференции в Даугупелсе.